Это «Медуза». Я хочу обсудить прошедшие недавно в России региональные выборы, вернее говорить, конечно, голосование, поскольку, собственно, выбора там чаще всего нет никакого. И вот какая ключевая мысль, на чем хочется сосредоточиться. Можно ли описать прошедшие электоральные мероприятия как средство борьбы с появлением новых лидеров, более легитимных, чем Владимир Путин, который вроде как тоже избирался, если кто-то забыл, в этом году президентское голосование было по весне. Помнит ли кто-то? Надеждин. Очереди, чтобы поставить подписи. Потом Дованков. Это все споры. Этот тезис, я рискну назвать его главным, наиболее любопытным. Я бы разобрал его чуть попозже. А сперва о том, как выборы прошли, предлагаю следующим образом поступить. Сменяя описание, с тебя оценка. Пойдет? Конечно. Отлично. Тогда описание. В выходные прошло голосование за губернаторов в 21 регионе, включая частично контролируемый властями Российской Федерации регион под названием Курская область. Еще голосовали за депутатов региональных парламентов 13 штук, включая Московскую городскую думу. Было 20 городских дум, в смысле муниципальный уровень. Дальнейшее описать вообще довольно легко, потому что я просто открою текст «Медузы» и прочту. Губернаторов. В эти выходные выбирали в 21 регионе. Сразу в 7 из них кандидаты от власти набрали больше 80% голосов. При этом ни один из них не получил больше голосов, чем Владимир Путин на президентских выборах этого года. 87% у него было. Рекордные 85% у губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Еще в 8 регионах, например, в Астраханской области и Ставропольском крае кандидаты от власти набрали 78-79%. В республике Алтай за бывшего секретаря Генсовета Единой России Андрея Турчака, попавшего в президентскую опалу, проголосовали 74%. Антирекорд у губернатора Петербурга Александра Беглова, который по последним данным получил 59% голосов. «Медуза» писала, что в этом году политтехнологи Кремля и городской администрации постарались сделать выборы как можно более незаметными для избирателей, чтобы непопулярный в городе губернатор казался гигантом мысли и политики на фоне других выдвиженцев. Его конкуренты неоднократно выступали с вызывающими заявлениями. Например, представитель ЛДПР Максим Яковлев предлагал запретить зарубежную музыку, а Павел Брагин из «зеленой альтернативы» придумал закрыть центр города для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Дашь оценку? Еще про Единую Россию, пожалуйста, расскажи. Про ее результаты в собраниях, установку по процентам, по дизайну управляемой партийной системы в Российской Федерации. О той роли, которую, в частности, Кремль отводит коммунистам. Давай сделаем небольшую пропозицию сразу, чтобы сказать. Весной я увидел несколько материалов о том, что якобы вице-губернаторы по политике получили установки от Кремля, чтобы кандидаты от власти в губернаторы сильно много не набрали, что 60% прекрасный результат, отлично. И Единая Россия в ЗАГС-собраниях получила простое большинство с помощью одномандатных округов. В Мосгурдуме там все одномандатные округа. В большинстве ЗАГС-собраний, ну, либо одномандатных округов, это половина от состава, да, остальные списочники по партспискам, либо есть некоторые регионы где-то 75%. Да, то есть по партспискам Единая Россия могла, типа, набирать, видимо, в районе реального ее рейтинга, там, типа, 35-30%, да, с условием российской социологии, может, даже чуть ниже. Я все ломал голову, как это может произойти. Потому что, если смотреть на явку, ну, она, там, 30-40%, где-то в электоральных султанатах, типа, Башкирии, Татарстана, там, конечно, не дают в районе 70%, да, но вообще явка на региональный выбор 30-40%. Как правило, это зависимый электорат администрации, который, ну, голосует за кандидатов от власти. Этих людей власть научилась всех, как бы, пригонять на выборы, да, вот за то время, как Киренко работает в АП, вот он оттачивал эту корпоративную мобилизацию и бюджетную, да, чтобы все пришли, там, определенные методы контроля, определенные KPI, да, взаимодействие налажено с госбизнесом, с окологу с бизнесом, там, с лояльным бизнесом. И вот как раз эти люди, они, по сути, составляют явку, да, вот за кого они голосуют, ну, понятно, за кого в основном, и чтобы давать такую установку, да, это, получается, системе приходилось бы фальсифицировать, ну, в пользу непонятно кого. Ну, я еще подумал, может, как бы начнут регистрировать каких-то, ну, более-менее, там, заметных кандидатов, да, каких-то ярких местных людей, чтобы, значит, губернаторы набрали поменьше, да, ну, в таких условиях, наверное, можно. То есть административная явка разбавляется живыми людьми, которые чувствуют какую-то надежду и идут там голосовать. Не случилось. Такого поганого набора кандидатов, честно говоря, я не припомню, потому что иногда там, не знаю, районного уровня депутаты выступали. Такой прям трэша тоже, я не помню, чтобы от партии спойлера. В двух регионах баллотировался один и тот же человек. Это в Самарской и Челябинской области, Никитич Степан Соловьев баллотировался от партии «Зеленая альтернатива». Не трудно догадаться, что ни к Челябинской области, ни к Самарской области он отношений не имеет, да, может, это будущее системы, да, вот как бы раздать всем, чтобы на губернаторских выборах выбирался кандидат от власти везде разный, и в остальном можно сделать один набор спарринг-партнеров, такой удобный, и чтобы они примерно с одними и теми же лозунгами выступали. Короче, каких-то регистраций более-менее понятных, известных людей не случилось. Соответственно, было понятно, что будет административная явка, и все будут голосовать. Ну, в общем, так и произошло. То есть губернаторы получили в районе 80%, я думаю, KPI был именно такой, а разлет вот этот там от 78 до 85 взялся от того, что, видимо, сказали, больше Путина не набирайте, да, а вот победить-то там нарисовать еще это можно, но иногда власть перестраховывается, у нее есть комиссии, которые точно дают любые цифры, они там 90 могут отписать, да хоть 100. И вот они там уже заряжены изначально. Но все больше комиссий начинает работать тоже вот в таком духе. Ну, плюс, опять же, все эти корпоративные мобилизации, бюджетные мобилизации работают. Да, иногда там недобдели, иногда перебдели, вот так и получается, да, то есть иногда комиссии ограничили, что там пишите, там, не знаю, не 90, а вот в конкретно вашем случае там 85, например, да, и отсюда там получается в общем по региону недобрали, да, получается 78% вместо 80, да, вот как-то так. Ну, управляемость, вот она такова, да, что они могут не только как бы много сделать, но и даже как бы себя чуть-чуть ограничить, в смысле, что Путину не было обидно. То есть управляемость вот до такой степени идет. Но позже, наверное, мы поговорим про оптимизм, который, в общем, не то, чтобы надо его прятать подальше. Я нахожу оптимистичные поводы по «Единая Россия», «Единая Россия» только в одном регионе, это Хабаровский край, понятно, протестный регион, все равно он им остается более-менее, да, вот еще что-то помнят люди. Ну, напомним, да, кратко, там, в 2018 году победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, при этом, ну, сильно он как бы на победу не работал, тогда было недовольство пенсионной реформы, ну, вот выбрали Фургал. Фургал до этого, он был, в общем-то, достаточно известным в регионе, он был депутатом Госдумы, не совсем ноунейм, ну, в общем, он себя почувствовал реально губернатором, да, то есть начал вести себя как популист в хорошем смысле, и на следующий год он даже, получилось, у него избрал ЛДПР, стал партией власти в регионе без всяких сбросов, да, или еще чего-то. Фургала арестовали, судили, люди вышли на митинги многочисленные, потом еще был губернатором такой ЛДПР, Михаил Дегтярев, который ругал протестующих впрямую, так что это все, да, какая-то протестная история осталась, но вот там Единая Россия получила 46% голосов, а в остальных регионах больше 50%, в ТВИ 80%. Что насчет коммунистов и желаемого их положения в этой партийной системе? Желаемого для Кремля, я, конечно, имею в виду. С коммунистами есть у Кремля, видимо, проблема, будем так говорить. Пока власти находятся зюгана в КПРФ, Кремль не может полностью управлять Компартией. При всей ее управляемости, что часто она соглашается каких-то кандидатов не выдвигать, сильных или более-менее сильных, особо не спорит, когда ее кандидатов снимают, например, на выборах в Мосгордуму несколько депутатов действующих, ну, типа, вот Елена Янчук, она избралась от КПРФ, в округе известно, хорошо работает, да, КПРФ ее не стала выдвигать. Не стала выдвигать Екатерину Ингалычеву, ну, Ингалычева, в общем, если посмотреть ее выступление, известно конспирологическими теориями всякими, которые она разделяет, но, тем не менее, да, как депутат окружной, да, это что в первую очередь, там, контроль хозяйства, да, вот это все, там, с достройкой бороться, такие прикладные вещи, да, насколько я знаю, ее люди ценили и ценят до сих пор. Вот таких персонажей не выдвинули, то есть там есть у них поле сотрудничества, ну, часто они могут, Зюганов, да, будем говорить так, может Кремлю немножко попортить историю, ну, вот сам он не стал, например, участвовать в президентских выборах, там участвовал Харитонов, хотя Зюганова просили, и очень рассчитывали на это, ну, статусно, там, Путину привычный споринг-партнер и так далее. На выборах в Госдуму на проходных местах оказались люди, типа Вячеслава Мархаева, это бывший сенатор от Иркутской области, бывший командир бурятского ОМОНа, который, в общем, откровенно высказывается обо всем, чем может, да, такой протестный человек, ну, вот он оказался на проходном месте и был избран, хотя в Кремле этого не хотели. Почему так происходит? Потому что у Зюганова есть прямая связь с Путиным, возможность с ним связаться, соответственно, чего-то там пролоббировать, да, подчиняться Кириенко он не хочет, а к тому же это еще старое правительство состояние времен, там, 90-х годов, они не очень любят друг друга, Зюганов и Кириенко. Ну, плюс КПРФ идеологическая партия, вот не очень это нравится Кремлю, хотелось бы, да, чтобы было что-то более управляемое, ну, это лечится делегированием своего человека во главу партии, но пока же в Зюганов это, понятно, не будет, а Геннадий Андреевич, в принципе, если до выборов в Госдуму будет здоров, то, соответственно, КПРФ будет не самая сговорчивая, поэтому они вот как бы так нагибают. Даже не второе место? Ну, второе место, да, у них как бы все равно, мне кажется, недостижимо, потому что они войну поддерживают, очень консервативные, сталинизм и так далее, да, каких-то современных людей из своих рядов, они отталкивают, поэтому у них рейтинг, в принципе, падает, но их еще и со второго места сбрасывают. Хотят видеть на этом месте либо ЛДПР более управляемое, которое пока на наследие Жириновского, в общем, едет, ну, либо, например, ну, не знаю, новых людей тех же. Ну, опять же, ситуация может измениться, в случае, если Зюганов отходит от дел, допустим, во главе КПРФ становится некий понятный Кремлю управляемый политик, при помощи Кремля, особенно если он это придет, это мы видели с ЛДПР и с Луцким, ну, тогда КПРФ почему бы мешать? Наверное, нет. Ну, пока вот хочется ее нагибать, в принципе, в половине регионов получилось, в прошлом году такие же цели, в общем, тоже стояли, это получилось, опять же, в половине регионов, ну, вот как-то так вышло, да, что в этом году, что в прошлом году, выборы региональных депутатов в достаточно значимом количестве, сейчас это почти в половине, это национальные республики. В национальной республике плохо голосуют за ЛДПР, новые люди там не очень понятны тоже, кто это, да, там, то есть они более традиционалисты. В национальных республиках сбросить КПРФ со второго места не получается, потому что, как бы мы ни говорили про полную управляемость, да, система умеет очень, как бы, неплохо моделировать результаты в пользу Единой России, да, там, разными способами, включая, там, нагон людей, вроде которые физически присутствуют и страха даже голосуют за ядро, а некоторые, может, искренние. Но моделировать так, чтобы на второе место вышло ЛДПР, это нужно прям суперуправляемый регион, ну, либо не самая управляемая, но зато там люди голосуют сердцем, что называется, там можно поиграть в реальную кампанию, как-то помочь по своим сеткам провластным, агитацию разнести, там, больше агитации давать, да, и так люди будут больше голосовать. Это неплохо видно, кстати, как валят КПРФ по электорально управляемым регионам, например, Крым, Севастополь, да, там все управляется, Севастополь первым временем управлял, сейчас управляется хорошо, вот и там, и там КПРФ не на втором месте. В Крыму на втором ЛДПР, КПРФ на третьем, в Севастополе и вовсе КПРФ на четвертом, на втором новые люди, на третьем ЛДПР. А в прошлом году КПРФ сбросили со второго места в Кемеровской области. Да, вот мы видим, как это происходит. Ну, вот национальные республики, не могут они, да, там голосовать за ЛДПР, и местные элиты, в общем, как бы не очень хотят это делать. И если людям сказать, вот вам на втором месте ЛДПР, люди будут внутренне против, да, вот с республиками иногда случаются, да, такие всплески недовольства разные. Если им сказать, вы голосовали за ЛДПР, да, люди могут немножко с ума сойти, потому что Жириновский постоянно выступал за упражнение национальных республик. И ЛДПР это всегда помнит. Она в национальных республиках традиционно получает низкие результаты. Но, тем не менее, да, можно сказать, что тренд таков, что КПРФ сбрасывается второго места, и, видимо, будут продолжать это делать, пока в её голове не появится какой-то управляемый персонаж. Более управляемый. Про протестное голосование. Ты там как-то отозвался о кандидатах, о том, что не блестяще они, не способствовали какому-то оживлённому голосованию, и тем более протестному голосованию. Про которое, наверное, многие хотели бы спросить, где же оно, поскольку и всё-таки непростые были регионы для голосования, в частности, Москва и Петербург. И экономика в стране непростая, не все выиграли от военных вливаний в Россию. Пенсионеры, скажем, значительные. Страта, которая проиграла. Пенсионеров много. Курская область под оккупацией частично. Это тоже всё не выглядит триумфом, и вроде бы можно было бы показать козу. Ну вот примерно в том же духе, что ты, только ты в проброс это сказал, но куда более подробно ответ даёт Ксения Смолякова в своей статье в издании Riddle. Она пишет, что нет в этот раз условий для протестного голосования. Ещё раз, по некоторой азбуке, да, можно пройтись. Не только потому, что не пустят кандидата, не только потому, что потом искажённо посчитают, не только потому, что запугают, репрессируют. Кстати, репрессировать могут на любом этапе. И сам факт вот такого разрешения элитных конфликтов, даже если это не откровенный какой-то оппозиционер, а местные тёрки, это всё не нравится, и за это могут наказать. Но ещё просто технически нет в этот раз кандидатов для протестного голосования. Они не пришли и ждут лучших времён. Сейчас приза нет, риск большой. Я могу цитату из этого материала привести. «Для протестного голосования не хватает условий, и главное — кандидатов. Статистика показывает, что почти на всех уровнях показатели конкуренции, даже формальные, показывают антирекорды. Так, на выборах глав региона в среднем выдвинулось 7 кандидатов на регион. Это много, но такой показатель достигнут за счёт того, что в Санкт-Петербурге выдвинулось сразу 22 человека, большинство из которых не имели шансов быть зарегистрированными. Если сравнивать с 2019 годом, когда в большинстве этих регионов проходили прошлые губернаторские выборы, то разница заметна. Тогда было 10,2 кандидата на место. На выборах ЗАГС-собраний было выдвинуто в среднем 6,3 списка на регион, а зарегистрировано 6,2. Прошлый антирекорд был зарегистрирован в 2018 году — 8,7 выдвинутых списков и 6,4 зарегистрированных. На выборах депутатов в Гордум ситуация похожая, показатели выдвижения и регистрации ниже, чем в 2019 году». И так далее, и так далее. И, собственно, там к выводам она и переходит. Я спойлером это сказал. «Другими словами, политики просто не выдвигают своих кандидатур. В частных беседах многие прямо говорят, что пережидают их задачи выжить в ближайшие 3-5 лет, а там видно будет». Конец цитаты. Что думаешь о возможности протестного голосования? Почему оно не случилось? Вот эту мысль поддерживаешь? Кажется ли тебе важным тут что-то еще подчеркнуть? Да, я в целом поддерживаю эту мысль. Надо еще, наверное, нам не забыть о том, что, в общем-то, партии «Яблоко» достаточно массово отказывали в регистрации кандидатов. То есть партия «Яблоко» не может прямо выдвинуть кандидатов. В губернаторы, понятно, муниципальный фильтр везде. Там ни одна партия не может выдвинуть прямо кандидатов. То есть можно отказать по сути любому на самом деле. Но даже в депутаты тоже надо собирать подписи. По подписям система умеет отказывать даже по самым идеальным. Вот «Яблоко» не зарегистрировали. «Яблоко» не парламентская партия. У нее нет права выдвигать кандидатов без сбора подписи. Ей проще отказать. Сами партии, насколько я понимаю, отказывают часто в выдвижении сильным политикам. Их не так и много, я так еще скажу. Очень многие люди остареют. Какие-то более-менее живые, активные региональные политики. Их возраст проходит. Физически устают. Это можно так сказать. Часть людей уехала, часть реально опасается. Об этом тоже надо говорить. То есть люди могут переждать и так далее. Многим просто отказывают. И опять же, не надо забывать про то, что им надо откуда-то расти протестным кандидатам, особенно каким-то живым, интересным, особенно в губернаторы. А откуда им расти, если, например, посмотреть, в свое время была достаточно серьезная волна репрессий по региональным депутатам каким-то. Я, причем, не имею в виду каких-то ярких, радикально настроенных оппозиционеров. Я имею в виду, например, местный бизнесмен, который избирался по округу, или там, будучи спонсором, по списку КПРФ, предливы России, даже ЛДПР иногда, вспоминаем, Фургала. Проходил заксобрание, иногда набирал большую фракцию под свое крыло, или там это какой-то союз бизнесменов. Потом пытались избираться мэрами и так далее. Вот таких людей просто очень много сажали. Вот такой процесс был. То есть, эту поляну чистили очень разными способами. Кому-то отказывали, люди уставали, люди стареют, людей сажали. Действительно, поляна очень сильно прорежена. Но есть же чисто протестное голосование. Вот как на выборах Мосгордуму пять лет назад люди выбирали ноунеймов из протеста, которые были мэрии до этого согласованы как ноунеймы и не представляющие угрозы. Сейчас это вот невозможно. С тех пор отлажена вся эта мобилизация. В Москве введен ДЭК. В Москве провели всех, кого хотели. Там один округ, он немножко девиационный, это 16 округ, там был согласованный кандидат от новых людей. Станислав Дружинин, он снялся по личным причинам. Там осталась слабая единоросска, которая не хотела быть депутатом, она чиновница, не надо было и это. Ей пришлось сняться, ну и там остался некий набор, вот там победила с правороской. В общем, у мэрии не было, получается, какого-то фаворита. Вполне вероятно, что мэрия, может, решила ей немножко помочь в смысле того, что изначально не планировалось, что фракция Справедливая России будет, что там будет представитель такой партии. Ну вот, раз уж так случилось, да, что согласования посыпались, ну пусть будет, да, может быть так. То есть в Москве всю эту протестность победили ДЭГом, когда вообще непонятно, кто как голосует, а в регионах, ну вот, типа отказы, еще чего-то. Я бы не сказал, что совсем это утрачено, знаешь. Понятно, что избиратель ждет, и какие-то политики там ждут, но ты уж вспоминал Беглова, да, для Беглова были все условия, в принципе, для избрания беспроблемного, да, ему подобрали спарринг-партнеров, там не было кандидатов от парламентских партий, кроме ЛДПР, да, потому что за КПРФ голосуют за бренд многие, новые люди в Питере что-то могли бы нашустреть, кто-то их серьезно воспринимает как протестную партию. Справедливая Россия там достаточно сильна, традиционно, как бы, есть регионы, где спроворосы сильны, да, вот Питер один из них. Вот их не допустили, да, допустили ЛДПРовца, представителя малой партии Зеленая Альтернатива, муниципального депутата и человека из коммунистов России, такого фриковатого, Сергея Маленковича. Вот, по идее, у Беглова не должно было быть никаких проблем, ну, кратко, роль фрика должен был исполнять Маленкович, чтобы, не дай бог, коммунисты какие-то не пришли протестные, но в итоге там во фриков превратились все, ну, как в Африках. Человек от Зеленой Альтернативы говорил, что надо запретить на бензиновых и дизельных двигателях заезжать в центр города, в том числе, жителям. ЛДПРовец там предлагал запретить зарубежную музыку, Маленкович предлагал запретить доставку еды, то есть, градус абсурда, ну, не знаю, что бы они еще сделали, может, там, жителей расстрелять, например, Петербург, в случае победы, губернат, но, тем не менее, Беглов набрал мал, а, да, и даже за ЛДПРовцы, который предлагал чушь, проголосовало почти 20% человек. Потенциал есть, я бы не сказал, что все так дурно, то есть, какие-то границы управляемости, в принципе, я наблюдаю, то есть, национальные республики, Кремль так и не может голосовать за ЛДПР, да, там, в пику КПРФ, несмотря на всю их электоральную управляемость, ну, типа, мы можем дать ядру, там, 70%, да, ядру, да, не губернаторам даже, но вот делать ЛДПР вторыми мы не будем, мы помним, как бы, слова Жириновского, мы не будем, да, и таких сбоев нету, но можно вспомнить, что, например, я понимаю, что это не очень крупный город, это не областной даже центр, это город Братск в Иркутской области, там на выборах боролись, по сути, два единороса, да, один мэр Братска, Сергей Серебренников, его поддержал Единая Россия, он выдумался от нее, и областная власть поддержала, ну, и, соответственно, федеральная, а другой, Александр Дубровин, глава окружающего Братского района, он пошел самым движенцем, судя по всему, у него были некие союзники, да, там сенатор один от региона называется, видимо, в местных элитах кто-то, то есть, он был зарегистрирован, да, имел влияние на комиссию, чтобы его не отсеяли, и он победил, понятно, что Единая Россия объявила, что победила она, ведь он единорос, и надо сказать, что люди, когда увидели вот эту реальную конкуренцию, там увеличилась явка, и вот этот Дубровин, который шел против Единороса, да, он шел против Единой России, чтобы он сейчас не говорил, он шел против областной власти, он шел против федеральной власти, за него проголосовало почти 70% от участников выборов, это много, да, то есть, как только что-то появляется, какая-то вот возможность выразить свою волю, люди ее выражают, да, не все так плохо, как кажется на самом деле, да, все ждут, да, еще чего-то, но мы видим, что у вот этой организации управляемости есть границы, да, может я чересчур оптимистичный, но власть находится не в лучшей позиции, да, потому что социальные условия, что бы там ни говорили, какие бы цифры мы ни видели, что люди стали жить, лучше, но это не совсем так, потому что бенефициары войны есть, и они сразу как бы, ну это циничные слова, да, там, ну у семьи убило, мужчину, который пошел на фронт, они сразу получают несколько миллионов рублей, можешь себе представить, как это влияет на общую статистику, то есть доходы растут, военнослужащие есть, которые получают огромные деньги, разово, ну кстати, я думаю, будет падение таких цифр, потому что там же большая плата за заключение контракта, дальше уже все стабильно, поэтому, я думаю, через год лафы-то поменьше будет, якобы, остальные люди живут хуже, цены растут, усталость от войны, ВСУ приходит на исконные территории России, и так далее, при этом, системные партии с Кремлем сотрудничают, голосовать за них западло, у них рейтинги на минимумах, даже у КПРФ, которые пытаются скинуть со второго места, ну она в общем сама немножко помогает это сделать, понятно, свободных выборов делать не хотят, как-то надо будет, значит, создать такую картинку, что что-то власть набрала, что-то системная позиция, во многом, кстати, я думаю, для Путина, что привычные партии просто выбрались, и все, и он встретится с людьми ровной фракции, лица которых ему знакомы, и обрадуется, как это люди воспримут, я не знаю, честно говоря, потому что я всегда говорю, в истории России были примеры, хотя бы вот один пример, когда люди массово выходили после выборов в Госдуму с протестом, в 2011 году, в 2012 году. Про Госдуму ты говоришь, потому что и на Медузе был такой заголовок, это как бы репетиция к выборам в Госдуму, которые в ближайшее по электоральным меркам время состоятся, еще раз пытаясь систематизировать, что ли, эту технологию, как удалось достичь беспроблемного, в общем-то, прохождения, непростого, но беспроблемного для власти и репетиционного этапа, и почему они могут надеяться на то, что выборы в Госдуму тоже будут беспроблемными, потому что, и тут я могу подглядывать, кстати, в заявление движения в защиту прав избирателей «Голос». Во-первых, конкуренция рекордно низкая, мы это обсудили, достигнут в этом смысле очередной горизонт ниже дна, это не то, что уже под водой, не то, что дно, это глубоко-глубоко в иле. Снимать можно кого угодно, контроль крайне высок, избиратели это видят, не спешат к участкам, не активизируются. Также публично в подконтрольных медиа значимость выборов занижается, это не выборы, это как в Советском Союзе ритуал, причем уже даже не праздничный, а на уровне вот тут галочку поставьте, проголосуйте через ДЭК, дистанционное электронное голосование. Плюс, желание мобилизовывать даже административно власть не демонстрирует, какой-то минимум старается выполнить. Ты знаешь, из вот этого заявления голоса, которое я упомянул, мне приглянулся один фрагмент, я понимаю, что он обширный, но я хотел бы его тебе бы прочесть и потом предложить свою нехитрую мысль, чтобы мы ее обсудили. Мне она, в общем, кажется сколько-то важной, сколько-то заметной по результатам этой прошедшей кампании. Честно говоря, я выборы вообще эти не хотел обсуждать, и повторюсь, даже это не выборы, а голосование, но вот эта мысль показалась мне не бесполезной. Итак, цитата. Учитывая, что большинство региональных и местных СМИ либо прямо сейчас принадлежит государству, либо очень сильно зависит от него, выполнить задачу несложно, то есть задачу повысить значимость выборов и обратить на них внимание, была бы политическая воля. Однако эта воля направлена в противоположную сторону. Органами власти и местного самоуправления, подконтрольными им редакциями и пабликами в социальных сетях делается все возможное, чтобы выборы воспринимались избирателями не как способ публичного обсуждения проблем и выбора своего представителя в этих самых органах, а как просто веселая процедура с онлайн-голосованиями, лотереями, ростовыми фигурами и пирожками на избирательных участках. Кандидаты, их программа и предвыборная активность практически не находили отражения в публичном поле, для избирателей их практически не существовало. Агитации и информирование в этом году были чрезвычайно скупыми, ставка явно сделана на сушку самостоятельной явки и административный привод избирателей. СМИ часто формально отказывались от размещения агитации кандидатов и партий, даже несмотря на потерю возможных доходов от платной рекламы. В результате кандидаты и партии не имели возможности донести через СМИ свои программы и идеи. Вместо этого читатели и зрители традиционных медиа получали большой объем информации о повседневной деятельности административных кандидатов. По сути, СМИ перестали выполнять свою социальную функцию, ради которой общество наделило их рядом привилегий. Избиратели не получали достаточной информации о проходящих выборах и кандидатах, которые в них участвуют. Аналогичная ситуация была и в социальных сетях. Фактическое пространство социальных сетей во время выборов оказалось монополизировано администрациями практически так же, как и пространство традиционных СМИ. Традиционную агитацию, наружную рекламу, раздачу листовок, газет и пикеты контролировать было чуть сложнее, но тоже возможно. Для этого использовались несколько разных способов. Незаконная агитация в зданиях и помещениях, принадлежащая государству и муниципалитетам создание препятствий для агитации других кандидатов в партии, порча и кража агитации. Наконец, просто силовое давление на кандидатов, их близких и сотрудников штабов. Конец цитаты. Я понимаю, что обширная цитата и не уверен, что очевидно вот это моя связка логическая, но я когда это читал, у меня была нехитрая мысль, что по уже устаревшей шутке мужчины каждый день думают о Римской империи, но это где-то там в США, а люди, говорящие по-русски, думают каждый день не о Римской империи, а о Советской. Ее закате, о том, как она распадалась и про это выходят фильмы, непрошедшее время, предатели, многочисленные реакции в ответ на эти фильмы. Дмитрий Муратов недавно сделал свой ролик «Кто убил СССР». И да, если что, если вы не смотрели, несимпатичный автор Горбачев все развалил, а его силовики. И обсуждается все это, как будто это было только что с таким же примерно жаром. Я тоже про это много думаю, про Красную империю, про ее распад. В частности, про то, что Ельцин в период кризиса опирался на выборную легитимность. Он, благодаря легитимности через прямые выборы, получил преимущество над Горбачевым и как сепаратист, в общем, получил преимущество над союзным центром. Глядя на выборы 1924 года, у меня стойкое ощущение, что этот советский опыт учтен и все делается Кремлем специально, чтобы не получилось ни с кого в регионах, вообще ни на каком уровне, фигуры более законной, что ли, чем Путин, которая поддерживалась бы какими-то живыми избирателями, людьми, ни один славный турчак не может составить Путину конкуренцию, а Путин после 1924 года, но особенно, я бы сказал, неубедителен в качестве народно избранного лидера, наименее легитимен, на пике своей нелегитимности находится. Как тебе такое упрощение, такое отвлеченное восприятие прошедшее этой кампании? Ну, наверное, можно сказать и так, но просто мы немножко это упоминали с какими-то низовыми лидерами, с тем же фургалом, система борется давно, наверное, с самого раннего Путина, если, ну уж совсем, да, для любителей я вспомню историю. Вообще-то, сейчас я понимаю, они все законопатили, да, это для самой власти, для режима, это хуже, да, у них как бы гибкости не очень много, да, то есть, любая история, она становится в каком-то смысле силовой, да, раз на выборах ничего нельзя сделать, да, там недовольство людей, оно есть, оно будет выплескиваться вот в сторону как бы массовых акций, в принципе, массовые акции это тоже публичная политика, у них могут появиться какие-то лидеры, да, маршрутизаторы, организаторы из числа элит, которые почувствуют, что мы сейчас можем это сделать, ну вот уход от выборности, он плохой, введение выборов в Советском Союзе, кстати, может быть, его демонтаж, да, самодемонтаж сделал не таким уж кровавым, да, более легким и так далее, у России, я даже не говорю, что вот распад, я не про это говорю, да, про демонтаж вот этой системы режима, да, Советского, скорее так, да, вот у России из-за этого выход немножко другой, да, чем больше они закручивают выборы, тем начинается по-другому, да, раньше были примеры, как лидеров уничтожали, ну вот в начале нулевых годов отменили губернаторские выборы, но казалось бы, все, да, местным элитам, ну совсем не выдвинуть кандидатов, Кремль принудительно назначает через ЗАГС собрание, где большинство имеет единое России, не самые глупые представители подумали, ну ладно, если можно назначиться через ЗАГС и заблокировать, например, кремлевского кандидата, вступить в торг и как бы сделать губернатором или выдвинуть коллекционную фигуру не через прямой выбор, а через ЗАГС, давайте попробуем. Такая история была в Ставропольской области, там мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин взял под контроль отделение Справедливой России и избрал большинство депутатов от СССР. Спикером стал Справорос, все было готово для дальнейшего шага, но всю эту кампанию пересажали, Кузьмин сбежал из страны, вот так и закончилось. Этот процесс просто идет давно, но насколько он успешен, он категорически неуспешен. То есть сейчас, да, это тактическая игра, на этих выборах они выиграют. Если говорить о стратегическом, что вот если происходит некий слом, если что-то идет совсем не так, и альтернативы Путину нет, поэтому все продолжается как и прежде, хоть и совсем не так, людям не собраться вокруг какой-то фигуры, да, ее нет, лидеров протеста нет, и все. Но давай вспомним Фургала в очередной раз, который выдвигался абсолютно как согласованный в Кремле и администрации региона человек, губернатор, да, неожиданно победил, превратился там в символ сопротивления, да, там стало и навстречу людям и так далее, да, а до этого он даже в согласованном одномандатном округе для ЛДПР побеждал, не то, что он там прям пассионарий, согласовать можно, наверное, пассионарий, но он и таковым не был. вспомним про то, как люди с энтузиазмом восприняли фигуру надежды. Давай посмотрим опросы Russian Field по поводу партии любителей пива, которая неожиданно какие-то ощутимые проценты, она ничего не делает, она вообще ничего не делает. Я думаю, во многом это эксперименты то ли от скуки, то ли еще чего-то. Это политехнолога Константина Калачева, очень умного и веселого человека, который когда-то в 90-е эту партию основал, сейчас возрождает во всяком случае, не знаю, что там возрождает, в Фейсбуке об этом пишет. Да, что Константин Эдуардович там возрождает и с каких целях, я не знаю, но народ откуда-то о ней узнает и, соответственно, начинает в вопросах о ней отвечать положительно. Что он там хочет? Подторговаться с Кремлем, прийти к власти, просто хочет пиво попить, я не знаю, но вот это происходит. Был интерес к Дунцовой. То есть, если будет какой-то момент, появится какой-то лидер, да, вот мы говорим о Навальном, о покойном, который погиб за свободу, но если вспоминать начало десятых годов, он же тоже стал таким немножко стихийным лидером, потому что до болотного протеста он был достаточно нишевой фигурой, а протест подсветил его хорошие стороны. Умение выступать на митинге, молодость, немножко брутальность и так далее. Поэтому, ну, будет день, будет пища. Если в Кремле ставят такие цели, ну, здоровье погибшим на самом деле, потому что, ну, сейчас ты, а потом какой-нибудь единоросс, я знаю таких немало людей, которые сейчас сидят на даче, развивают тихо какой-нибудь небольшой или среднего по региональным масштабам бизнес, потому что из меркантильных соображений хочет быть спонсором ядра, не хочет уже баллотироваться, потому что депутат ничего не решает регионального парламента, их там полишали многих прав, муниципальных тем более. Знаешь, руки-то помнят публичную политику, как он мэром хотел стать, а может и губернатором мечтал стать. Пока они есть. Будет день, будет пища, как бы с этим бороться-то достаточно бессмысленно на самом деле. Да, сидит сейчас какой-нибудь лояльный вице-спикер в ЗАГСобрании от Единой России, а желания-то у него побольше, чем оно есть. В Компарте есть разные фигуры, отодвинутые, не отодвинутые в ЗАГСах. Так что посмотрим. Да, конечно, в моменте это все очень печально, но на будущее в случае слома, да, я не говорю, что это обязательно будет так, но если с теми резко поплохеет, начнутся какие-то терки, а в принципе, судя по всему, какие-то всплески уже начинаются, судя по братску тому, из которого сейчас пытаются сделать отчаянно хорошую мину, но по сути, там, да, часть местных элит скалы областной власти, здесь задницу, нам опостылил вот этот мужик, который у нас занимается мэрством там несколько лет, мы вот хотим другого, и мы его выдвинем. Да, они каким-то образом провели его через избирку, изголодавшиеся по конкуренции люди за него голосовали, и всё. Вот ты вспомнил Турчака, ну, знаешь, Турчак-то тоже пострадал, как бы называть, наверное, это репрессиями, это кощунство, но на самом деле Турчак в каком-то смысле подвергся политическим репрессиям, потому что он претендовал на должность губернатора Санкт-Петербурга, пытался этого добиться, да, готовился, готовил там почву, и был за это наказан. Видишь, у человека есть воля к власти, да, на Алтае он себе там, ну, мог бы ничего не делать, но что-то делал, да, компания вёл, поэтому Турчака тоже не будем списывать, вот ходит лояльно, а что в душе у него, откуда мы знаем. Ну, в общем, да, можем зафиксировать, что сейчас мы наблюдаем, может быть, даже самую низшую точку, самую противоестественную и требующую, надо сказать, усилий с точки зрения функционирования этой системы, чтобы избрать Беглова, надо прямо очень стараться, надо прямо, чтобы твои соперники сами себя топили, очень старательно это делали, и всё равно за них будут голосовать, как только, не то, что какой-то слом произойдёт, не то, что какой-то кризис, а небольшое потепление наступит, хоть немножко замаячит приз, не одно наказание в случае рискованного участия в политике, сразу появится масса людей, которые скажут, что зачем я себя буду топить, может, я тоже хочу быть губернатором, ну, или, во всяком случае, хочу получить побольше голосов и как-нибудь выгодно их продать. Это всё раскрутится намного быстрее, чем мы думаем. Знаешь, с Бегловым это ужас, на самом деле, да, то есть, в Кремле, в российской вертикали власти, результат ниже 60%, это хромая утка, особенно, если это Питер с традициями фальсификации, да, то есть, люди все понимают, Беглов не губернатор, его не избрали, на прошлых выборах ему натянули 64%, даже при более сильных, тут как бы было всё понятно, да, вот, конкурентов вообще никаких, а потом конкурентов, ну, типа, спарринг-партнёров заставили себя помоем и ещё обливать в прямом эфире, несмотря на это, Беглов, да, вот, не перевалил эту цифру, все понимают, ну, наверное, там второй тур вообще-то, с человеком, который себя помоем и облил, если считать, что Беглов находится в конфликте с большинством городских элитных групп, либо в холодном, либо в горячем, но можно себе представить, как его теперь будут сопернимать. То есть, вот мы последим, но история с Бегловым, она вот в этом смысле тоже на будущее, она вот очень показательная и хорошая в каком-то смысле. Да, ну и мне кажется, показательная это ещё история в том смысле, что не может соревнование строиться в худшую сторону. Давайте изберём политиков, губернаторов хуже, чем избрали Путина. Ну, нет, вы все выглядите тогда неубедительно, все выглядите совершенно незаконными, он на вашем фоне уже не блистает, вот какое-то такое у меня сложилось обывательское впечатление и подозревание у меня одного. Завершаем? Да, обсудили хорошо. Это был Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». И Влад Горин, ведущий подкаста «Что случилось?» О, никто так никогда не делал, спасибо. Пока-пока. Пока. На прощание, как всегда, попрошу, потому что это важно, потому что, если я не прошу этого сделать, то вы и не делаете, поставить лайки, подписаться, написать комментарии, если на той платформе, где вы слушали этот эпизод, такая возможность существует. Ну, если слушаете на «Медузе», в приложении или на сайте, там, конечно, ничего такого сделать не получится, но там и не нужно. Мы сами продвигаем свой контент, а вот на платформах алгоритмы, к сожалению, даже не всегда подписчики, не их воля, диктуют, кому платформа покажет материал. Также дежурная, но неизменно актуальная просьба о деньгах, если у вас есть возможность, если для вас это безопасно, поддержите, пожалуйста, «Медузу». Редакция работает в основном на деньги, которые присылаете ей вы, слушатели, читатели, зрители «Медузы». Ну и напомню, что мы рекомендуем, мы просим о следующей сумме от 15 евро или 15 долларов и выше в месяц. Хорошо, сумма может быть любой, но вот эта вот регулярность, ежемесячность, это крайне важно, потому что иногда вам хочется, иногда не хочется, а редакция, как любое предприятие, любая организация должна существовать регулярно. Мы должны иметь возможность планировать свой бюджет и смотреть в будущее, ну хотя бы на две недели, на месяц, на полтора месяца с какой-то уверенностью, хоть как-то распределять свои силы, свои ресурсы. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok